Ну и самое интересное, знаете, что это уже, по-моему, третье за эту неделю попадание в Крыму. Сразу это был аэродром, потом это была воинская часть. Сегодня это у нас тоже прилет по штабу Черноморского флота и также воинская часть, по-моему, в Бахчисарае сказали. Хотя, опять же, такие говорят, что все сбили, просто горит трава. Но очевидцы написали, что правильно попали и тоже горит здание и какой-то военной части, которая была, ну а теперь, собственно, нет. В этот же момент, когда происходили эти события в Крыму, в нашем украинском Крыму, в этот момент проходило еще и традиционное путинское оперативное совещание Совета Безопасности. Я специально уточнила, что три прилета было на этой неделе в Крым, но почему-то на совещании Путин говорил о том, что давайте поговорим с вами о ситуации, связанной с развитием отношения с нашими ближайшими соседями. Ну, явно он не Украину имел в виду и Крым. С партнерами точно не Украину и Крым он имел в виду. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих, экономика, говорит, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе. Ну и там вот перейшел уже к докладчикам. Профессийный экипаж пилотов FPV-дронов лише за один день может знищить до 10 ворожих целей. Для них ударные дрони – это как патроны. Они никогда не мают закончиться. Само тому благодейный фонд Сергея Притуле спільно с Військовой школой «Боревітер» и «Уклон» запустили сбор рейпомсти на закупивлю 2000 FPV-дронов, а также на навчание 420 пилотов. Цель сбору – 50 млн грн. Чого чекаете? Долучайтесь до сбору, адже кожен донат працює з подвійною ефективністю. Військо отримає потрібне їм обладнання разом з навчанням. Давайте допоможемо нашим силам оборони влаштувати справжній рейпомсти окупантам. То есть вот Крым как-то не сложилось у него, как-то… Вы знаете, вот вы пока говорили, Катерина Валерьевна, я пытался понять, кого он имеет в виду? Ближайшие партнеры. Значит, вот кто такие ближайшие партнеры? Ну, ближайший партнер у него Северная Корея. Она действительно ближайшая. Это вот, пожалуй, единственное. Ну, помимо Лукашенко, ну, это не партнер, это, что называется, халявщик. То есть помните эту рекламу МММ? Значит, Леня Голубков. Я не халявщик, я партнер. А вот Лукашенко, он не партнер, он халявщик. Поэтому его нельзя считать. А, значит, вот ближайший партнер – это, конечно, Ким Чен Ын. Еще есть партнер, ну, тоже можно считать ближайший. Это все-таки теократический Иран. Ну, тоже партнер, но, правда, не очень ближайший. Ну, и, пожалуй, все. Потому что все остальное, что раньше когда-то называлось СНГ, значит, ОДКБ, этого уже ничего нет. Какой ближайший партнер? Ну, Пашинян, ну, это партнер, который, так сказать, уже отчалил давно, и он уже все, он уже в сторону. Он уже совместное учение с США проводит, и, ну, там все понятно уже. Уже Армении никогда не будет партнером России, это очевидно. Значит, кто еще там? Казахстан, ну, тоже все более-менее понятно. То есть нет партнеров. Ну, Молдова еще, да, которая, так сказать, стремится в Европу с такой скоростью, что расталкивает всех. Поэтому я думаю, что партнер, вот, Северная Корея, видимо, ее имеет в виду. И да, действительно, там большие перспективы, серьезные. Ну, вот, наверное, это, правда, далековато от Москвы находится, но, тем не менее, а что делать? Если других партнеров как-то не подвезли к этому времени. Тут, кстати, про Лукашенко вы вспомнили. Он тоже в это время разговаривал со своими подопечными и выдал приблизительно фразу «Я не требую космоса в сельском хозяйстве, но нам надо сохранить страну». И дальше цитата. «Видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда? Тяжелейший новый вопрос. Вот эти вагнеровцы сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война. Я думаю, как этому противостоять?» А какие беспилотники? А что там такое? Кто бомбит Россию? Главное, как этому противостоять? Противостоять тому, что вагнеровцы рассказывают, можно очень просто. Выгнать их из своей страны, и все. И противостоять не придется. Это простой рецепт. Я не знаю, я думаю, что слышит наш Александр Григорьевич, и я могу твердо дать рецепт, как противостоять тому, что вагнеровцы всякую чушь рассказывают. Их надо просто выгнать из своей страны и пригласить Тихановского, и полюбовно решить вопрос о том, чтобы уступить место законно избранному президенту Тихановской. И все, и вопрос решен. Ну, Александр Григорьевич, скорее всего, моему совету не последует, но в любом случае, я думаю, что для того, чтобы не летали беспилотники, никто никого не бомбил, надо перестать бомбить соседние страны. Вот и все, это же очень простой метод. Я думаю, что тут все достаточно очевидно. Ну, было бы, но нет, не в этом случае. Я вот смотрела, периодически смотрела, потому что мы же с вами должны это смотреть периодически. Вы более часто это делаете, я реже все-таки это делаю. Я за такую выборку, знаете, из всех этих пропагандистских ток-шоу. И главные две темы, которые были на повестке дня на этой неделе. Одна повестка дня, это был Азербайджан и Армения. И вторая повестка дня, это президент Украины, который был в Штатах. И вот они прям разрывались между одним и вторым. Они прям не знали, чему уделять больше времени. Чаще всего кричали они, конечно же, в сторону Азербайджана и Армении. Захарова даже сказала, как это, вы должны сделать, стороны должны сделать все, чтобы гарантировать безопасность миротворцам. Как бы, казалось бы, миротворцы должны были гарантировать безопасность тем странам, в которых они находятся. Но, на мнение Захаровой, именно миротворцам надо было гарантировать безопасность, потому что, по-моему, пострадали именно они. Потому что теперь Соловьев кричит, где наши мальчики? Ну да, тут, в общем, достаточно любопытная история. Там действительно были убиты два полковника. Один, так сказать, капитан первого ранга. Это, в общем, полковничье звание. Второй, вот реальный полковник, этот вот капитан первого ранга, он оказался почему-то заместителем командующего, значит, Североморским подводным флотом. Вот, я пытался понять, откуда, откуда, так сказать, подводные лодки взялись в Карабахе, и где там океан северный, тем более, в Карабахе, в котором эти подводные лодки должны как-то дислоцироваться. Но, тем не менее, вот он там оказался. Ну и, в общем, погиб, убили его. Значит, и самое, вот мне кажется, самое примечательное, слушайте, ну, убили шесть человек, да, это, конечно, каждая жизнь бесценна, все понятно. Тем более, это миротворцы, это, конечно, все ужасно. Но, тем не менее, ну, слушайте, в Украине погибает каждый день намного больше, причем мирных граждан. Поэтому тут уж война идет. Но примечательно другое. Поэтому убийствами сейчас, к сожалению, никого не удивишь. Примечательно другое. В 2008 году в Грузии убили российских миротворцев. И по этому случаю и Медведев, и Путин начали громко орать. Значит, Путин сказал, что Сарказиевым поделился своей мечтой, что он повесит этого самого Саакашвили. Ну, так он выразился. Я... Это цитата. Сейчас, значит, убито шесть человек, шесть миротворцев. Ничего, никого вешать Путин не собирается. И более того, вообще ни слова плохого не сказал Алиеву, который, так сказать, является главнокомандующей той армии, которая убила его солдат. Причем это же не первый раз. Там и вертолет сбивали. Ну, а если брать все-таки, что Алиев и Эрдоган – это дружественные страны, то сколько Эрдоганов носовал в спину Путина, там, и летчика убил и так далее. И все ничего. То есть какая-то у него выборочная реакция. Потому что я вот просто, исходя из этого, могу только одно сказать, что Путин все-таки очень уважает силу и, скажем так, боится вообще связываться с теми, кто сильнее. На сегодняшний момент Эрдоган явно сильнее. Явно сильнее. Ну, а Алиев – это фактически такой дружественный режим и тоже достаточно сильная страна. И поэтому Путин просто, вот он действительно, это какая-то мелкая шпана, которая, если кто-то слабее его, то он бьет и уничтожает. И действительно, вот взял, напал на Грузию, расчленили Грузию, отобрали значительный кусок территории. Ну, а вот в ситуации с Азербайджаном, который совершил то же самое, убил, да, извинились, но тем не менее убили. И ничего, ни слова. Более того, вот мы Марию Захарову вспомнили, она, значит, разозлилась по этому поводу громким выступлением, в котором по поводу убийства, значит, вот этих миротворцев ни слова не сказала в адрес того, кто убил, но зато почему-то обрушилась на Пашиняна. То есть такое ощущение, что Пашинян убил этих миротворцев. Ну и в целом, вообще, конечно, уникальная реакция. Ни слова, ни слова против Азербайджана не было сказано ни в телевизоре, ни от политиков, никто. Убили и убили, ну ладно, в конце концов, ничего страшного. То есть это патологическая трусость. Патологическая трусость. Это очень-очень важно иметь в виду. И в частности, я думаю, что для... Ну я знаю, что Украина уже прекрасно изучила Путина и знает, с кем она имеет дело. Но понятно, что это патологический трус, и ему никаких, конечно, никаких переговоров, никаких уступок, и одна только, ему может противостоять только сила. Только уничтожение его армии и в конечном итоге уничтожение его режима. Других вариантов разговора с этим человеком просто нет. Продолжение следует...